Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Plutocracy. Специально включил запись до загрузки, потому что вот тут сверху справа видно, что версия стала 11, была 9 в прошлый раз. Теперь стало 11. Чуть-чуть что-то под апдейтили. Значит, идёт процесс улучшения игры. Так, какой сейф-то последний был? Вот этот, что ли? Значит, процесс идёт, и это хорошо, потому что в целом игра неплохая, хотя я вот с этими с аукционами своими опять попал в какую-то, в рутину какую-то, вот, но вроде деньги копятся, значит, скоро можно будет уже зайти в компанию, как мне писали там в комментарии, там самое интересное. И мне там ещё написали, что я, наверное, не понял, где самое интересное. Да нет, я понимаю, где самое интересное, у меня просто денег нету на всё это. Поэтому приходится копошиться с этими аукционами и зарабатывать на них. Так, а ещё надо проц накинуть, потому что будет сейчас полчаса грузиться. Хотя тут-то чему грузить-то, я не понимаю. Ну ладно, не усыть. Ой! Что-то проглючило. Написал, что выпадет, но не выпало. Декабрь 75-го года, значит, остаётся 4 года мне всего. Я ещё даже в 1000 не вошёл. Так, ну, на вид-то ничего особо. Тут вроде всё то же самое, да? Сколько непрочитанных писем. Прям как в жизни у меня тоже такие же пачки непрочитанных писем. Так. Так, мне сказали, где-то справа есть кнопочка. Нет, не тут. В связях. Зелёное то, что я могу сделать. Некоторую сумму. Давайте посмотрим. Амбиция. 5000 всего, смотрите-ка. Риск невозврат 42%. Ну, давайте, да, Тимчик, и так мне жалко, да? О, и сразу киллера она даёт. О, смотрите, хорошо, да, действительно. Через эту кнопочку можно насобирать людей. Требует создаем. Этих самых насобирать. Карточки персонажей. Тебе сколько надо? На 2 квартала. Давай. О, диверсант. Получено достижение. О, смотрите, да. Действительно, можно вот таким нехитрым способом быстренько набрать. Так, 43 тысячи. Риск невозврата 89. Но это уже дофига слишком, нет. На это я не готов пойти владеть акциями НПЗН. Я хочу купить акции 108 на 6 тысяч, да? Ну, давайте. Это, походу, у меня было, да? Этих акций уже есть. Поэтому что-то надо с аукциона отгрузить. Цена покупки 14 тысяч. Нет, чувак, это уж угонило какое-то. 29 можно заработать. Вот это другое дело. Есть. Куртизанку дали. Тут чего? Ну, конгрессмену денег надо много, скорее всего, да? Да нет, 14 тысяч всего. Отлично. Давай. Еще одного диверсанта. Да, спасибо за этот комментарий. Я что-то как-то не думал, что... 66%... Нет, 66% не хочу. Не думал, что можно так быстренько сейчас очков нахватать через вот эту всю историю с амбициями. Сумы сделки. Так, а я там, походу, акции плохо продал. Это рыночная стоимость, да? То есть по рыночной стоимости он возьмет. Лояльность вырастет только, если я ему продам дешевле. А если я... А дешевле я не хочу. 48 тысяч мне сгодится самому, как бы, да? По рыночной стоимости отдать за ноль прироста смысла особо нет. Ну как, очко добавится, да? Вот туда, в звезды. И... Наверное, дадут мне еще какую-нибудь куртизарку там очередную. 72% невозврата. Хотя у меня теперь есть киллер, да? Можно киллера отправлять, чтобы он выбивал бабки с них. 95% невозврата. Да нафиг ты нужен, родный? О, шеф полиции. Смотрите, шеф полиции хочет купить какую-то фиговину. Прибыль 300. Он еще и обидится на меня за это, если я ему продам по рыночной цене. Нет, эту фиговину я не хочу продавать. Она мне там дает десяточку. И то хорошо. 17% риск невозврата. 200 штук. Вот это интересный займ, потому что у меня сейчас 820 тысяч налички. Таких аукционов я не видал. Так что мне эти деньги немножко излишни. Их по-любому надо либо в акции, либо во что-то другое. Так, три. Ну, на самом деле, за 20% она меня будет ненавидеть. Мне писали, что можно 20% в квартал зафигачивать. Нет, нельзя. А, она меня и так ненавидит. Понятно. То есть так будет плюс 0 по 20 в квартал. А можно сделать по 15 в квартал. Она ко мне еще станет получше относиться. Да нафиг мне ее отношения. Давайте зарядим полностью. Заработаем 80 штук. Опять же, бандит какого-то дали. Так. А почему деньги-то не уменьшились? Как было, так и осталось 800 тысяч. Давайте тут посмотрим. У меня расходы. О, и доход теперь, смотрите, от займов и вкладов вышел на 40 тысяч. Да, хорошая штука. Да, надо было займами заниматься пораньше. Спасибо еще раз за этот комментарий. Содержание можно еще снизить или уже нельзя? Можно на 50 процентов. Сейчас 30, да, будет полтинник. А можно и с покупкой акций поискать. Так, больше раундов переговоров плюс 1. Пытаться два раза. Давайте вот это возьмем, чтобы они меня не скидывали. Так, от чего там происходит? Благодарю вас в решении моего вопроса касательно владения акциями. Даже не знаю, что бы я делал без вашей помощи. Отныне вы заслуживаете 25% моей лояльности. Обращайтесь и вы ко мне. Отлично, видите, друга нашли себе. А есть еще звездочки? Нету больше? Больше нету. Все, я понял, почему 820 не изменилось. Потому что это все мои активы с акциями, с имуществами, со всем прочим. Вот сюда надо было смотреть. Сейчас у меня осталось 160 штук налички. Мне на аукционы мои не очень-то хватит. Но, с другой стороны, тут сейчас плюс пойдет. Хотя я сомневаюсь, что я успею теперь выиграть. Потому что я долго игнорировал вот эти займы. А игнорировал я их долго, потому что влез я как-то вначале туда и увидел, что там много денег кому-то. У меня столько не было в помине. Я не думал, что кто-то там по 5000 занимает. Ну ладно. Прояснилось. Так, давайте все закроем и погнали. Стартуем время. Начался первый квартал 1876 года. Вот осталось ровно 4 года до конца игры. Ну не знаю, попасть в список 500 самых богатых и так будет неплохо. Полтинник прилетел. 200 тысяч. Как будто бы займы даже повыгоднее, чем аукционы. 160, хотя вот под эти 160 продать за 300 можно. У меня всего 215. Давайте будем пробовать. Уже 190, да. Я уже пролетаю. Хотя видите, и торговля такая идет еще, что 230. Вообще 70 тысяч можно было быстренько хапнуть. Это 30% за квартал. Займы дают 20% за квартал. Причем, мне кажется, я в первых еще немножко не выставил процент в первых займах своих. Ну да ладно. Так, мировые новости. Ладно. Мне интересно. Что-то вообще ничего не происходит. О, аукцион. 297. Да. Можно было неплохо на этом аукционе навариться, но я упустил момент, глядя не на ту строчку. Я думал, это мой нал. А мой нал-то вот тут. И слил больше бабла, чем хотел. Так, доход минус 4. Нет, я не хочу. Минус 4 тысячи. Давай-давай, погнали. Все, прошел аукцион тут. Христалитиком. Так, еще один аукцион. Тут 189. Ну, вот в этом поучаствуем. Можно дать за него то. 116. Есть, смотрите, 116. А продать за 184. Так, значит, нам нужен кто-то, кто хочет это купить. Амбиция, амбиция. Эти все деньги нужны. Чучела. А это что-то я купить дом. Ничего себе. Так. Удеклариат. Был бы неплохо фильтр какой-нибудь тут. Союзники, враги. И... Сбросились эти амбиции, сбросились, да? Фильтр с амбициями был бы очень полезен. Можно было бы сразу выбрать... Хех. Нету. Никому не нужна бухлишка моя дорогущая. Тогда буду продавать его так. Спрос 2. Хотя спрос 2 не очень хороший спрос. Мягко говоря, от 3 нормально получалось. Ну, давайте терпнем. 116. 178. Нормально зашло. 60 тысяч. Да, со 116. 50 процентов. Отличная сделка. Получено достижение. Лям. О! Звездочка пришла за лям. А лям тут же и ушел. А в тысячу не вошел все равно. Ничего себе там быстро богатеют люди. Так, ораторство это на эти. Отрицательный эффект неудачных признаков не очень интересно. Меньше влияния для назначения нет. Недоступность персонажа тоже нет. Уменьшает цену сделок на 1%. Вот так себе. Снижает стоимость агентов. Во, давайте снизим налоги на 15%. Сколько у меня налоги? 2 тысячи. Но не так, чтобы много. Откровенно говоря. Тогда давайте снизим содержание до конца уже. Все. Десятка осталась. Отлично. Так, и все-таки, как же там было-то с этим? Какой-то мне говорили кнопку. Справа, не справа, снизу, не снизу. Ну да ладно. Ладно, погнали дальше в аукционы. Сейчас еще накормим. Еще будем раздавать в долг деньги. Ага, квартал прошел. Так, ну пока квартал отщелкивается. Сейчас найду комментарий этот. Какая жесть нагруженная игра. Я вот ее свернул, чтобы покопошиться в браузере. И у меня браузер от нее тормозит. Блин. Какая жесть. Так, о, что-то происходит. Вернули деньги, да, походу? А, нет, не хочешь возвращать деньги. Нифига себе. И сразу минус у меня пошел так. Но это мы сейчас будем разбираться с ней. Там есть у меня какой-то киллер, не киллер. Так, можно искать, кому продать через поиск персон пятая кнопка внизу. А, ну все, я понял. Я так и делаю. Ну, я не через кнопку внизу делаю вот тут, но на всех доступных. Сейчас сюда зайду, посмотрю еще раз. Вот эта бабета, значит, хочет нас, Кайла Ричардсон, кинуть на наш долг. Так, как мне к ней перейти? Рассчитываю, что вы поймете положение и не будете требовать меня невозможно. Ну, нет, буду. У меня тут важная миссия. Выиграть в игре. Так, а сейчас мы ее найдем вот здесь, через персонажей, да? А, нет. Подождите, пятая это где? Пятая внизу, это вообще не то. Я неправильно прочитал комментарии? Можно искать, кому продать через поиск персон. Пятая кнопка внизу. Пятая кнопка внизу у меня почта. Или это не здесь надо делать? А тут все время так. Мне требуется уточнение по вашему комментарию, потому что пятая кнопка не выпущена. Давайте искать Кайлу Ричардсон. Как это сделать? Враги, союзники. Вот она. А сколько она должна была? По-моему, она 200 штук брала. Я хочу купить акции. Ну, нифига себе, молодец какая. 200 штук она взяла. Не вернула. И хочет купить акции на 400. По-моему, это какая-то полная фигня. Так. Как найти? Кто у нас тут может вывезти денег? Коллектор, да? Этот здоровяк имеет внушительный рост и мускулы, а взгляд заставляет хорошо подумать, прежде чем сказать нет. Все это наделяет его великолепной способностью находить общий язык с неразговорчивым персонажем. Ведь последнее, что он всегда слышит, думаю, мы договоримся. За определенную плату он готов будет помочь в отврате ваших долгов. Так. В случае успешной миссии теряй 25% лояльцев. Пофигу. Так. Как его направить? Наверное, на нее надо, да? О, блядь. Стоимость 1000. Ну, за 1000. Так. Способен вернуть практически любой долг. Если у персонажа меньше денег, чем сумма долга, возвращается все, что получится. У нее написано 800 штук там. Да. И плюс 13 квартал. А лояльница к игроку минус 15. То есть, такая она нам подруга. Не очень подруга. Успех 70%. Давай. Это по таймеру будет тоже, да? Ну, давайте. Или уже вернулся. Вот, ну, 340 стал. Наверное, по таймеру тогда прокрутим таймер этот. И потом опять кому-нибудь долг. Так. Есть, да? Возвращено денег. 200 тысяч за штуку. Отлично. Да не, ну, нифига себе. У нее 800. Она хочет акции купить на полема. И она рассказывает, что у нее денег нет. Мы тут таких не любим. Так. Ну, что? 960. А, вот, смотрите. Налод стал. 540. И я все равно в 1000 не вхожу. Ладно. Давайте кому-нибудь следующему судим. Кто хочет нас тут в долг взять? Немного денег. Чтобы. Сколько тебе надо? 260 тысяч. Нормально. 260 тысяч я тебе дам. Лояльность. А, лояльность плюс 0. Да пофигу. 35% невозврата. Главное. Так. Детектив. Мне бы коллектора нового найти. А бандит что умеет? Жутковатый и неловимый ковбой с богатой преступной историей. С самого детства он знает лишь один закон. Право сильного. Бурное развитие капитализма. Неразвитая система правосудия. Воспитала в нем лишь три качества. Смышленность, решительность уметь метко стрелять. Обью себя вне законникам. Ограбления, кражи и запугивания стали обычным делом. Если вам понадобятся услуги, то будьте готовы хорошо заплатить. В случае права минус 100 лояльность, минус 5 влияние. Обнуление уровня дипломатии до нуля. Но это, видимо, какие-то угрозы, чтобы в сделках участвовать. Это не то, что мне нужно. Мне нужен коллектор. Значит, давайте дальше искать, кому чем помочь. Стой, 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 стой. Да тихо ты. Подлагивает. Сколько ты хочешь? 6 тысяч всего? А, ну он и не вернет. Ну ладно, на... Чем же там 6 тысяч? Детектив? Нет, детектив мне не нужен. Мне сейчас надо выцепить у кого-нибудь из них коллектора. 43 тысячи на 4 квартала. Но это нафиг вернет, конечно, с 89. Но с другой стороны... Может, коллектор даст, может, не даст, да? Нет, давайте поищем кого-нибудь поприличней. А тут не пишут, кстати, сколько денег. Некоторую сумму. Ну, было бы неплохо тоже сразу сумму писать, чтобы мне не приходилось по 100 раз кликать туда-сюда. 17 тысяч, 16% невозврата. Отлично. Так, журналист. Не то, что мне нужно. Так, что там происходит? Благодарю вас за решение моего вопроса касательно финансирования избирательной кампании. Отныне вы заслуживаете 12% моей лояльности. Хорошо, но не то, что нужно. Промотал. 39 тысяч на 2 квартала. Ну и вернет 100% практически. О, коллектор есть. Все, красотища. Можно сидеть с коллектором. Ну, смотрите, 60 тысяч уже. Можно еще тогда сенатору дать денег, например. Сенатор, что хочешь, 70 тысяч? 70% невозврата. У меня столько нету коллекторов. Коллектора я приберегу надолго. 260. 27 тысяч. Невозврат. 93. Обалдеть. Такой ты, друг. То я, значит, по аукционам угорал. Да, теперь я сейчас буду по амбициям скакать. 5 тысяч на 4 квартала. Не жалко, даже если он не вернет. Зато может... Так, куртизанка. Не то, что мне надо. 180 на 1 квартал. Невозврат. 30-ник. Давайте покру... А, подождите. У меня осталось 200. Нет, хорош. Все. А то я так не смогу аукционить. Пока жду... Пока жду чего-нибудь. Вот, аукцион. Шкура медведя 65. 138. Можно дать сотку к нее. Ну и все. Больше уже особо нет смысла. А больше не надо. Так, 98. 138. Так. А шкура относится к какой категории? К чучелам, да? Были там чучела у кого-то или не было? Ну, реально... Вот, вижу какой-то чучелятник. Реально достойный лодки. Не хватает фильтров, потому что каждый раз это крутить, это, конечно, та еще забава. А он хочет волка. Ну, я не хочу волка продавать. Я хочу продать... Шкурку. Причем, когда я захожу внутрь этого, показываются его друзья. То есть мне нужно каждый список зайти, пролистать, чтобы найти, кому нужно это чучело. Так. При таком раскладе быстрее чучело выставить на рынок. 10 желающих. Я купил за сотку. Вот максимальная цена. Не видите. Почти 40% наварил. С одной сделки. Так, чего там все не пропадает эта штука-то? Увеличить необходимое число голосов для преодоления вето-губернатора. Но от меня тут ничего же не зависит. Все равно. Я же не в политике. Я вообще не иду в политику. Я иду в деньги. Так. Победу на выборах получил сенатор Райан Эванс. Я не помню даже, какому сенатору я давал денег. Так что вообще без разницы. Так. Что он хочет в этот раз делать? Новый директор, да, он хочет. Да, бери нового директора. Это, наверное, опять воздержится, да? И давайте, знаете, что делаем? Посмотрим. Так. Как это сделать-то? Посмотрим нашу компанию. Может быть, я действительно могу там... что-то предпринять. Ага, вот моя доля 3%. Так. Ну, это я ничего не могу сделать. Там 51. Так. Применить агента можно. Ничего мне свою компанию портить. Хотя, знаете, взять кредит-то я уже могу, на самом деле. Изменить число рабочих мест. Да и это могу. А что я не мог делать? Стратегии развития менять? Технологичность плюс 9. Вот здесь я могу себя перетащить, да? Вот тут я могу себя уже перетащить, чтобы был какой-то буст. Это что у нас происходит? Мотивация. Крутятся шестерни. И это крутится шестерни. А эти не крутятся. Так. Очки развития добавляются от способностей. Автоматизация. Так. Прибыль в минус 48 тысяч. У нас фигово все с прибылью. Так. Доходы минус расходы. Это понятно. Налоги нулевые. Понятно. Чистая прибыль. Все фигово. Цена продажи. Объем производства. Инвестиции в технологию. А, ну мы вбалили все в технологию. Но 30 тысяч, а прибыль все равно меньше. Значит, нам надо либо цену продажи увеличить, либо объем производства. Так. Объем производства, чтобы увеличить. Йокал моне. Рабочих надо больше. Так. Либо продуктивность, да? Либо затраты на транспорт, закупка сырья и текучка кадров. А просто так объем производства нельзя, да? Через продуктивность. Дневная норма. Вообще у нас дневная норма 70%. А, вот, видите? 50% плюс 1. На это нельзя повлиять. 50% плюс 1. Я не могу влиять на вот эти штуки. Да, на все вот эти штуки я не могу влиять. Но могу на вот эти штуки влиять, да? Кредитование. А что если мы возьмем кредит, например? Ставка по кредиту 30%. Вы не офигели ли? Выплата в карта в 400 штук. Проще взять потреб кредит вон в Сберии по 20%, чем у вас тут. Так, примите агента. Вертанта. Ну, это я не собираюсь себя погонить. Производственные мощности. Доля рынка как будто стала даже меньше, да? На 1%. Ладно, давайте, значит, попробуем здесь что-нибудь перетянуть. Условия труда. Вот написано, что очки развития добавляются от способностей SEO и инвестиций. Причем написано везде. Условия труда. Качество, мотивация, автоматизация, рекрутинг, инвестиции, качество переработки, транспортная логистика, эффективность исследований. Да и исследований еще дожить надо. Обслуживание. Вот что за обслуживание такое? Худшая в отрасли 11, лучшая в отрасли 91. Наша сколько? 29. Понятно. Так, здесь безопасность 1. От меня идет плюс 9 безопасности, да? Лучше бы вместо вот этого вот очки развития добавляются, было понятно, на что влияет. А, нажать же надо. Е-мое. Да, зря довольно долго я просидел на этой должности, учитывая, что аварийность у нас и так ноль и никуда. Вот, все, понял. Надо нажать и будет видно. Риск забастовки, текучка кадров. Неинтересно. Цена продажи. Вот уже. Так, это цена продажи товаров. Видимо, да. Видимо, это цена продажи товаров. Так. Вот на это повлиять было бы неплохо. Ладно, в начале серии я сказал, что игра как-то скатилась в рутину с аукционами. Нашел, благодаря подсказкам, тему с займами тоже. Она меня позабавила, развлекла и дала заработать. А вот. Ну и сейчас еще, опять же, благодаря комментариям, нашел вот эту штуку интересную. Я ее как бы видел, что можно перетаскивать, но не придал ей значения тогда, потому что думал, что вот тут надо 50% все-таки иметь, чтобы на что-то влиять. Нет, можно влиять и так. Качество. Тоже на цену пойдет, да? А Гутвилл пойдет тоже только на цену. 26. Качество туда же, да? Мотивация на продуктивность. Продуктивность увеличит объем производства. Продуктивность. Так. Две качества, две. На продуктивность. Вот это на условиях труда, да? На текучку. Можно сразу два параметра улучшить. Объемы производства. А вот почему у нас норма-то 70%. Потому что у нас риск забастовки. А риск забастовки зависит от чего? Ну-ка. Турниль зарплаты, да? Давайте на качество я перейду, тогда поработаю с качеством продукта, чтобы увеличить цену продажи, да? Это со временем, наверное, должно произойти. 10.5. Давайте стартанем таймер, посмотрим. Что она хочет? Чтобы я себе в прибыль что-то продал, в прибыль, в убыток себе что-то продал. Нет, это мне не очень интересно. О, смотрите, я ушел с той позиции, сюда пришел. А его я не могу тащить никуда. А, ну это тот акционер. А, это директор самый. Самый основатель, у которого 97% факты. И он туда появился. А что же он на других не шел, позиция? Так, а давайте опять попробуем нанять нашему директору. Золотой парашют 17 тысяч. Помощника. Так, поглядь. Вот, назначить помощника. Выбрать директора будет в августе. Пока нельзя, ладно. Не вижу третьего нашего акционера тут. О, аукциончик 17,30. Ну, особо не наварится, но можно себе взять коллекцию. Все хорошо. Теперь будет усилено влияние, доделась наша компания. Орентабельность минус 1,8. Все еще фиговая история. И я не вижу, чтобы мое здесь нахождение чего-то додавало. Хотя нет, смотрите. Был 10,500, стало 11,700. Приросло. Значит, что-то додает. Так, давайте тогда попробуем купить акции еще, что ли, у мужика этого. Эти 20,000 есть? Нет, это все-таки 8-процентный. Вот у этого. А этот меня не любит? О, а этот меня вообще ненавидит. Так, а ты меня почему не ненавидишь? А, провальные переговоры. Давайте повлияем на него. Влиятелей полно. Ну-ка, давайте посмотрим, как куртизантка будет влиять. Роковая женщина-светская львица, способная соблазнить практически любого мужчину. Она была любовницей многих богатых и влиятельных персонажей и быстро научилась ими манипулировать. Ходят слухи, что у нее были даже любовницы. Если справедливость, если правильно использовать ее навыки, можно легко войти в контакт с интересующим персонажем. Главное учесть их ориентацию. Минус 50 к требованию для переговоров. Плюс 50. Ну, не очень интересно. Это просто позволит выйти на переговоры. Но он и так, наверное, со мной может выйти на переговоры. Цена плюс 20%. 30-30-30. Тут ничего не поменялось. Вот эту не пойму, как фигню сделать в свою пользу. Так. Продаем мне 10 тысяч акций. Поторгуемся за это. Плюс 1, плюс 3. Ну, давайте вот так. Оп. Прокатило, смотрите-ка. Все, повысил на 1% я долю свою. А он ко мне относиться лучше не стал за это. Ну и фиг с тобой, золотая рыбка. Так, будет ли теперь это влияние еще больше? Поддерживает развитие Джон? Так, это я, да? 4%. Лучшая в отрасли 12. Но у нас это 28. Не самые мы ущербы. Место в секторе 28. Хотя, если у нас 28 место, может быть, мы и самые ущербы. Ладно, буду сидеть тут. Увеличивать прибыль компании. Осталось 200 штук. Что-нибудь за аукционим давайте. Так, а это я купил уже. Ага, конец квартала. Даже не любую кнопку. Так, ну лям заработал. Ура, наконец-то первый лям. Хотя уже получил очки какую-то за первый лям. Но лям вот наконец-то только сейчас. Ваше место. 1017. Никак я не успел. А, ну 17. А, нет, подождите. А, это по влиянию в 1000. А по деньгам? Нифига не в 1000 еще. Аукцион 2660. Можно дать 1040-50. Ну и достаточно. Он у вас. Давайте кому-нибудь в долг тогда дадим. Что сидеть-то? Конгрессмен. Что ты хочешь, конгрессмен? 15 тысяч. Можно рискнуть. Доход небольшой. Но что-то даст. Епископа дала. И достижение с амбициями закрылось. Отлично. Давайте внимательно посмотрим, что есть. Так, на свободный капитал начинается доход. Можно взять, потому что деньги присутствуют все время уже, хоть и немного. Так, а вот это уже лучше. Смотрите, SEO увеличивает скорость показателей по 20%. Вот давайте возьмем управление. Вернемся в свою компанию. Ну как в свою. Не в свою, конечно. Ну-ка, ну-ка. Рентабельность все еще в минусах у нас. Но прибыль минус 7. Так, ну этот, смотрите, начал тоже работать. Который сидел там, отмалчивался. Плюс 148. А что бы больше инвесторов тогда не завлечь сюда, интересно. А, интересно, я могу в другой компании так же сделать, где у меня есть акция. 0,32, вот здесь, например. Да, могу тоже. Давайте я буду везде заниматься качеством продукции. А рекламы нету? Рекрутинг, инвестиции, переработка, логистика. А, на логике он тут сидит уже. Исследования, обслуживание. Ну ладно, буду заниматься качеством. Да, везде можно этим делом заниматься. Ух ты, тут с ценой-то вообще все плохо. Ну ладно. Странно, что я везде стою вот здесь. И пока я стою вот здесь, остальные персонажи не участвуют. Так, куда? Давайте на логистику. Перейду здесь. Вот, только я перешел, сразу здесь появился кто-то. Почему он по ним пошел куда-нибудь в другое место, пока я стою... Пока я тут, он бы мог бы там делать. А то надо обязательно себя куда-то перекинуть, чтобы эти мужики начали копошиться и работать. Так, ну ничего, 65 тысяч в квартал идут с долгов. И это, конечно, действительно сильно выгоднее, чем мои аукционы, потому что аукционы не всегда... 148, вот хороший аукцион. Не всегда есть хорошие аукционы. Эх, не хватит у меня денег выкупить эту штуку. Заразы. Хотя 280, 300, но уже не так уж это интересно. За 300, ну 40 тысяч, 15%. Зато да, вот эта постоянная штука от долгов, она работает регулярно, а аукционы нерегулярно. Значит, надо делать как? Первые деньги на аукционах, потом вкидывать в долги и потом уже заниматься акциями. Как-то так. Так, что хочет этот мужик теперь? Предложил изменить долю чистой прибыли на выплату дивидендов с 80 до 60. Это изменит вашу прибыль на 0. Ну, раз на 0 изменит, то давай, может эти деньги пойдут сейчас куда-нибудь на развитие компании. Ну, как насчет нанять помощника нашему? О, у нас там забастовка. А че так? Помощника директору. Давайте наймем. У нас появится еще один персонаж, которого мы сможем поставить на этот самый на клеточку какой-нибудь. Вот это в экономике шарит получше. Зарплат 28 тысяч. Давайте его возьмем. Так, опять эта курва против, а этому всегда без разницы. Надо больше мне процентов. Надо мне больше процентов. Может киллера отправить к нему просто раз и готово. ног грохнет, мне никто не будет мешаться, я смогу тут заниматься делами. Хотя, когда я буду один делами заниматься, может быть, основатель решит поучаствовать в делах компании и перестанет голосовать нейтрально. О, вазу за сотку. Цена 200. За 200 можно взять. У меня есть. Отлично, 170. Не буду я даже искать, кому там нужна ваза. Долго это делать. Просто выставлю на рынок. Спрос 13. Так, цена покупки 170. 213. 40 тысяч. Нормально. Так, 285 тысяч. Давайте попробуем еще раз выкупить акции. Пока идет забастовка. Может он подговорчивый будет? Может амбицию выполнить? Кто хочет? Я хочу купить Паттерсон на 400 штук. Нифига ты. Просто продай мне акции. Может эти проценты из-за отношения его... Так, мне надо 40 тысяч и одна акция, чтобы у меня получилось больше 8%. Ну-ка, давай-ка. Ух ты, зараза. Ну давай, вот так, ладно. О, прокатило. Все. Теперь у меня 8 и... Там, с копейками процентов. А что, так нельзя, что ли? Да ладно, блин. Поровно с этим теперь. Значит, надо еще. Ну ладно, через 14 дней. Я вернусь. Я вернусь. Так, чего ты хочешь? Паттерсон в убыток нет. Мне неинтересно. И прошел квартал. Думал, мне хватит 8% и одной акции, чтобы с тем пободаться. И начать продвигать помощников. Так, что произошло? С расстройством сообщаю, что не могу больше платить по долгам. Как тебя зовут? Карлос Брукс. Нет, Карлос Брукс. Так дела не делаются. Карлос Брукс. А сколько я ему давал? 10 миллионов у него состояние. Как это ты не можешь платить по долгам? О чем ты говоришь вообще? Как бы заранее бы выяснить, сколько я ему давал? Потому что я не помню. А то сейчас окажется, что там долг-то в копеечной. Ладно, сейчас узнаем. Потому что там 6 тысяч реально. Там я кому-то дал 6 тысяч, мне было их не жалко. Ой! Еще не прокатило. Еще и не вернул. А долг был большой. Судя по тому, что 3.57 осталось, а было 60. Значит, долг был там хороший. Наверное, как раз там 280 тысяч висело. А вот вам и долги. Тоже надо аккуратно их выдавать. Я думал, коллектор поможет с этим вопросом разобраться. Но не тут-то было. И на 260 штук меня прокатили. Уехал из города. Посмотрите на него. Так. Нифига Карлз Диас. Так, не сюда. Подождите, нет, не Диас, как его называли-то. Вот он, да? И он теперь еще типа меня не любит применение агента. Знаешь, чё? Нельзя сказать, ну-ка, верни. Верни долг. Я отправлю к тебе киллера тогда, раз ты такая зарада. А у меня есть киллер? А у меня есть киллер. Киллер может провести попытку покушения на выбран персонажа. Ну и давайте его чпокнем. Да и все. Так, стой, там аукцион какой-то еще. Голова носорога. Ух ты, за 200 штук, а продать за 500. Ага. Ну, конечно, никто не отдаст ее за 300 тысяч моих. Да, 300. То есть можно было убоить. Так, сейчас посмотрим тогда, что там киллер грохнет этого гада. Да, замочил. А, еще не факт. Да. Пуль стрелка угодила в мягкие ткани. Угроз жизни нет, но персонаж проведет 22 дня в больнице и не сможет активно участвовать в предстоящих событиях. Ну ладно, прострелил ему задницу и на том спасибо. Тоже смешно. Киллер, блин. Так, что-то находим разработки. Понятно. Ладно, думаю, сегодня серия получилась повеселее, чем в тот раз. Пишите комментарии, ставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение этой игры и других стратегий. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok